приветствую вас на канале бисероплетения в этом мастер-классе мы с вами сделаем вот такую очаровательную бабочку из бисера кирпичным плетением очень долго готовила для вас этот мастер-класс даже пропустила один выход видео то есть четверг не было мастер-класса поскольку я готовила этот мастер-класс потому что этот урок он будет очень долгий очень длинный и я хотела снять все очень подробно чтобы каждый смог повторить если конечно он желает этого поэтому конечно у меня времени не хватило для еще одного мастер-класса но зато я вам сделала вот такой классный и длинный мастер-класс надеюсь он вам понравится и вы свою реакцию лайк или дизлайк поставите внизу под видео из этой бабочки вы себе сможете сделать подвеску можете сделать брошку можете просто ее пришить какой-нибудь любимой вещи или шапки или какой-нибудь блузки она обязательно украсит вашу одежду ну а если вы готовы плести то давайте приступим к нашему уроку нам понадобится чешской бисер номер 10 я возьму коричневый черный розовый темно-желтый и светло-желтый такой более лимонный цвет также нам понадобится две бусинки диаметром 3 миллиметра бусинки можно заменить на рондели диаметром 2 на 3 миллиметра иголка и нити для бисероплетения диаметром 0 1 миллиметр плести начинаем с туловища набираем первый ряд одну коричневую одну лимонную бисеринку и раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 черных бисеринок плетение у нас кирпичная если вы только начинаете работать с кирпичным плетением то лучше всего конечно начинать с чего-нибудь попроще располагаем эти бисеринки по серединке нашей ниточки потому что мы сделаем сейчас вот здесь вот ряды затем мы возьмем вот эту нить и сделаем вот здесь вот этой стороны ряды теперь иголочкой я прохожу пропуская вот эту первую бисеринку и прохожу вот таким образом сверху вниз вот так во вторую бисеринку и затягиваем вот видите как у нас интересно бисеринки расположились друг за дружкой далее мы точно так же делаем лесочку ниточку наверх иголочкой проходим через следующую бисеринку третью вот таким образом бисеринки у нас снова расположили друг за дружкой далее мы плетем точно таким же образом до самого конца этого ряда вот так я даже в руку взяла мне так гораздо удобнее раз перекрутили лесочка вверху ниточка вверху мы проходим сверху вниз ниточка вверху мы проходим сверху вниз поправляем немножко снова лист ниточка вверху гораздо быстрее происходит плетение вот у нас остается три бисеринки уже даже две мы снова проходим вот таким образом через них и проходим в последнюю бисеринку и вот такое у нас с вами плетение получилось следующий ряд у нас начинается с убавления мы набираем одну бисеринку проходим под ниточкой между первой и второй бисеринкой первого ряда и проходим в эту бисеринку вот таким образом сверху вниз следующая коричневая бисеринка мы проходим между второй и третий бисеринка то есть под ниточкой мы проходим между этими бисеринками вот так вот так и проходим вот таким образом снизу вверх набираем одну черную бисеринку и далее мы плетем 4 черные бисеринки точно таким же образом вот мы сделали 4 черные бисеринки далее у нас такой набор коричневая черная коричневая черная коричневая черная до конца вот этого нашего второго ряда последняя черная бисеринка вот такое у нас получился второй ряд смотрите нам нужно вернуться в третьем ряду вот сюда между двух черных бисеринок что мы делаем мы входим иголочкой вот эту последнюю бисеринку первого ряда затем мы проходим через вот эти две бисеринки и теперь по верхним бисеринкам вот так вниз затем вверх затем вниз вверх и вот здесь вот смотрите мы хитрим немножко так проходим вниз и вот эту правую бисеринку затем вот эту соседнюю бисеринку и снова же в эту же бисеринку чтобы у нас бисеринка выходила именно из вот этой бисеринки и вверх вот такую хитрость мы с вами сделали вот такой у нас третий ряд коричневая 3 черная бусинка я взяла граненую для глаз чтобы она очень красиво переливалась и выделялась и одна коричневая затем мы делаем усика раз два три 4 5 6 7 8 9 10 коричневых и одна черная бисеринка чем далее мы набираем коричневую бисеринку проходим под ниточкой проходим в эту же бисеринку затягиваем далее мы плетем тот ряд который я показала далее у нас идет бусинка бусинку конечно я никогда еще в кирпичное плетение не вплетала ну все бывает первый раз и проходим в эту же бусинку вот так снизу вверх это у нас получился глаз здесь у нас прибавление набираем одну коричневую бисеринку проходим иголочкой в бисеринку предыдущего ряда проходим в эту же бисеринку снизу вверх набираем 10 коричневых бисеринок и 1 черную бисеринку пропускаем черную бисеринку и проходим по 10 коричневым бисеринкам вот так видите у нас сейчас выходит ниточка с правой стороны бисеринки мы проходим иголочкой с левой стороны вот так и затягиваем хорошо подтягиваем нашу ниточку здесь у нас еще конец не зафиксирован там мы хорошенько хорошенько подтягивать и у нас как вы видите получился вот такой усик набираем иголочку на вот эту ниточку со второй стороны и переворачиваю плетение чтобы мне было удобнее смотрите мы делаем вот этот такой же ряд а вот этот второй и третий вместе с усиком делаем точно так же и с этой стороны вот мы набираем две бисеринки коричневые 4 черные одну коричневую 1 черную 1 коричневую 1 черная 1 коричневую 1 черную и плетем до конца ряда с этим делаем вот этот ряд с бусинкой и оси к в общем сделали с другой стороны точно так же как мы делали и сделали усик смотрите я здесь вот этом усики прошла два раза ниточка и он стал гораздо гораздо жестче а вот здесь мы с вами проходили один раз поэтому усик как вы видите такой гнется смотрите что я делала мы проходим иголочкой в бусинку затем мы возвращаемся вот эту бисеринку вот так хорошо подтягиваем проходим по 10 бисеринкам вот так пропускаем черную бисеринку и возвращаемся по 10 коричневым бисеринам и мы проходим вот эту последнюю бисеринку мы будем и проходим вот эту бисеринку с левой стороны вот так вот и чуть-чуть как вы видите вот эти наши усики они стали чуть чуть жестче теперь нам нужно свести два конца ниточки вместе поэтому я вот таким образом вывожу вот эту ниточку теперь другой конец ниточки я также провожу по бисеринкам к другому концу ниточки когда два конца у нас сошлись мы можем сделать несколько узелков отрезаем один кусочек ниточки и мы проходим иголочкой вот эту рядом стоящую бисеринку и прячем узелок в этой бисеринке можем даже далее пройти по нескольким бисеринкам обрезаем и нужную нить если ниточку сильно видно можно ее немножко аккуратно подпалить и вот такое тело нашей бабочки нашей лимонницы у нас с вами получается теперь нам осталось плести два крылышка начинаем плетение верхнего крыла серединке нашего плетения вот будет наш первый ряд мы будем плести вверх а затем продолжим плетение вниз набираем первый ряд 1 коричневая бисеринка 1 лимонная 1 коричневая 3 лимонные 3 желтые 4 лимонные и 3 желтые 1 лимонная и 1 желтая бисеринка расположим эти бисеринки ровно по серединке нашей ниточки потому что мы будем вот этой ниточкой которая у нас осталась большой кусочек мы будем делать нижнюю часть с вот этой стороны там где у нас сейчас иголочка мы сейчас будем делать с вами верхнюю часть то есть набирайте отрезайте побольше ниточки где-то два два с половиной метра вот так но процесс плетения возможно мы еще будем добавлять нить пропускаем первую желтую бисеринку иголочкой проходим во вторую желтую лимонную бисеринку вот таким образом сверху вниз и вот таким образом наши бисеринки расположились друг за дружкой теперь вот эту рабочую ниточку на которой у нас иголочка расположена мы ее располагаем вверх галочка проходим точно так же вот таким образом через следующую бисеринку через третью бисерину вот так и снова как вы видите у нас бисеринки располагается вот так ровненько точно так же мы проходим во все последующие бисеринки в последнюю бисеринку входим все и вот такое плетение у нас с вами получилось мне всегда такое плетение почему-то напоминает гусеничку она друг за дружкой располагается и мне почему-то похоже на гусеницу вот такой у нас получился первый ряд вот эту нижнюю ниточку мы пока мисс оставляем она у нас так и будет не зафиксирована а продолжаем плетение вот этой верхней ниточкой приготовила себе уже второй ряд для второго ряда нам понадобится 1 коричневая 1 лимонная 1 желтая 5 лимонных 1 желтая 2 лимонные 2 желтые 4 лимонные 1 черная бисеринка теперь набираем первую бисеринку коричневую набираем первую бисеринку проходим под ниточкой между 1 2 бисеринка первого ряда и проходим в эту же добавленную коричневую бисеринку и вот таким образом она она у нас расположилась набираем следующую по схеме плетение бисеринку проходим снова под ниточкой между следующими двумя бисеринками предыдущего ряда это кирпичное плетение она так называется из-за того что наше плетение строится как домик как кирпичик предыдуй в последующий ряд располагается между как бы кирпичиками до предыдущего ряда набираем следующую бисеринку проходим под верхней ниточкой и проходим в эту же добавленную бисеринку середине плетения у нас очень простое просто нужно следовать схеме плетения схему плетения я вам обязательно оставлю в во вкладке сообщества там вы можете ее посмотреть исследовать ей и плести серединку плетения я показывать не буду я буду вам показывать только в начале и в конце ряда прибавления и убавления а так в серединке плетения у нас одинаковое за ним можно следовать по схеме плетения потому что видео будет очень длинная и очень долго и поэтому в серединке плетения мы плетем самостоятельно по схеме плетения до самого конца ряда конце ряда у нас остается две бисеринки я набираю лимонную бисеринку прохожу под ниточкой двух последних бисеринок первого ряда вхожу в эту же бисеринку набираем черную бисерину и прохожу в бисеринку первого ряда сверху вниз вот так это мы делаем прибавление и проходим в эту же добавленную бисеринку снизу вверх и вот таким образом мы прибавили одну бисеринку это был у нас конец второго ряда 3 ряд 2 желтые 5 лимонных 3 желтые 2 лимонные 1 желтая 2 лимонные 1 желтая 1 лимонная и 1 желтая бисеринка начале третьего ряда у нас прибавления мы набираем две желтые бисеринки проходим под ниточкой 2 ряда проходим во вторую бисеринку снизу вверх это у нас называется прибавление набираем далее одну бисеринку проходим под ниточкой и проходим в эту бисеринку далее до конца ряда мы ставим по одной бисеринке конце третьего ряда две бисеринки мы их ставим аналогичным образом набираем последние проходим под ниточкой последних бисеринок предыдущего ряда у нас здесь уменьшение вот такой у нас получился третий ряд четвертый ряд 1 желтая лимонная 2 желтые лимонные 2 желтые 2 лимонные 1 желтая 4 лимонные 2 желтые 1 лимонная и 1 желтая бисеринка начинаем плетение с одной желтой бисеринки у нас здесь убавление мы проходим через эту бисеринку вот таким образом и далее до конца ряда мы продолжаем с вами плетение по одной бисеринке наш четвертый ряд конце у нас остались две бисеринки набираю лимонную проходим под ниточкой предыдущего ряда проходим в эту же бисеринку затягиваю далее мы набираем последнюю желтую бисеринку и как вы видите здесь не за что зацепиться мы проходим в бисеринку предыдущего ряда вот так это называется прибавление и проходим в эту же добавленную бисерину вот такой получился у нас четвертый ряд пятый ряд 1 черная 2 лимонные 5 желтых 1 розовая 1 лимонная 1 желтая 2 лимонная 1 желтая 2 лимонная и 1 желтая бисеринка начинаем плетение с одной черной бисеринкой проходим под ниточкой предыдущего ряда и проходим в эту же бисеринку вот так это убавление набираем следующую по очереди бисеринку по схеме плетения и начинаем плести точно таким же образом добавляя по одной бисеринке до конца пятого ряда в конце осталось две бисеринки я набираю лимонную прохожу под ниточкой и вхожу в эту же бисеринку набираю последнюю желтую бисеринку прохожу под ниточкой предыдущего ряда и вхожу в эту же бисеринку и вот таким образом у нас завершается плетение пятого ряда 6 ряд набираем 1 желтая 2 лимонные 2 желтые 1 лимонная желтая 2 розовые 5 лимонных и 3 желтые бисеринки начинаем плетение с одной бисеринки проходим под ниточкой предыдущего ряда проходим в эту добавленную бисерину набираем далее по одной бисеринке и плетем до конца шестого ряда конце у нас остается три желтые бисеринки набираем одну из них проходим в нее же набираем вторую проходим под ниточкой и в эту же бисеринку набираем еще одну проходим в бисеринку предыдущего ряда то есть черную бисеринку сверху вниз и проходим в эту же желтую бисеринку добавленную вот такой у нас получился 6 ряд 7 ряд 1 черная 2 лимонные 6 желтых 1 розовая 2 лимонные 1 желтая 2 лимонные и две желтые бисеринки здесь у нас прибавление мы набираем черную и лимонную бисеринку проходим под ниточкой предыдущего ряда и проходим в лимонную бисеринку набираем следующую бисеринку проходим под ниточкой далее в серединке плетения у нас плетется аналогично конце седьмого ряда у нас остается две бисеринки желтые набираем одну проходим под ниточкой и проходим в эту же добавленную бисеринку набираем последнюю бисеринку проходим под ниточкой и проходим в эту же бисеринку вот такой у нас получился 7 ряд 8 ряд начинается с двух желтых 1 лимонная 2 желтые 8 лимонных и 3 желтые бисеринки начале 8 ряда у нас убавление и у нас первая бисеринка должна стать вот здесь между 2 и 3 бисеринка для того чтобы это сделать мы проходим под ниточкой без набора бисера вот так и там где нам надо то есть под ниточкой 2 2 3 бисеринки затем мы берем первую бисеринку этого ряда снова проходим под ниточкой между 2 3 бисеринкой проходим в эту же бисерину а далее мы плетем по одной бисеринке точно так же как мы делаем в серединке конце 8 ряда нас остается 3 желтые бисеринки набираем первую проходим под ниточкой и в эту же бисеринку набираем вторую проходим под ниточкой и в эту же бисеринку набираем третью последнюю проходим в бисеринку предыдущего ряда и проходим в эту же добавленную бисерину вот такой у нас получился 8 ряд 9 ряд 1 желтая 2 лимонные 5 желтых 1 лимонная 3 желтая 1 лимона и 2 желтые бисеринки в этом ряду у нас прибавление мы набираем желтую и лимонную бисеринку проходим под ниточкой предыдущего ряда и проходим в лимонную бисеринку вот такое у нас начало а далее мы берем по одной бисеринке и продолжаем плетение 9 ряда до самого конца конце 9 ряда остается две желтые бисеринки и мы просто их добавляем как мы добавляли обычное наше среднее плетение и последняя бисеринка проходим ее и вот таким образом мы завершили плетение 9 ряда здесь кстати я добавила и еще один отрезок ниточки потому что она у меня закончилась меня получился маленький узелок надеюсь я его в следующем десятом ряде я его спрячу 10 ряд 1 желтая 1 черный 3 лимонные 2 желтые 6 лимонных и одна желтая бисеринка 10 ряд начинаем с одной бисеринки желтой проходим под ниточкой и проходим в эту же бисеринку далее все остальные бисеринки мы плетем аналогичным образом набираем лимонную бисеринку проходим под ниточкой этот ряд у нас заканчивается убавлением поскольку крыло у нас уже заканчивается 1 желтая и у нас она сужается плетение постоянно с каждым рядом будет уменьшаться вот такой у нас получился 10 ряд 11 ряд 1 черная 2 желтые 2 лимонные 2 желтые 3 лимонные 1 розовая и одна желтая бисеринка начинаем плетение с одной бисеринки у нас убавление проходим под ниточкой предыдущего ряда и проходим в эту же черную бисеринку вот такое начало у нас далее мы плетем по одной бисеринке до конца этого ряда остается у нас две бисеринки набираем розовую проходим под ниточкой и в эту же бисеринку набираем желтую под ниточкой и как вы видите у нас конце далее убавление вот такой у нас получился этот ряд 12 ряд 1 розовая 1 черная 3 лимонные 2 желтые 1 лимонная 1 желтая и 1 розовая бисеринка начало плетения у нас начинают а вот отсюда поэтому делаем так же как я показывала без набора бисера проходим под ниточкой и под следующей ниточкой между розовой и лимонной бисеринкой затем набираем розовую бисерину и проходим здесь же то есть между розовой и лимонной бисеринкой проходим снизу вверх далее набираем те бисеринки которые у нас в ряде ставим их по одной бисеринкой аналогичным образом в конце 12 ряда набираем одну желтую бисеринку проходим под ниточкой и в эту же бисеринку 1 розовую бисеринку под ниточкой и в эту же бисеринку вот такой у нас получился 12 ряд 13 ряд 1 черная на желтая 2 лимонные 2 розовые и 1 желтая бисеринка у нас здесь убавление поэтому мы проходим точно так же как в предыдущем ряду под ниточкой без набора бисера и под следующей ниточкой без набора бисера набираем первую черную бисеринку проходим здесь же между 2 3 бисеринкой предыдущего ряда и проходим снизу вверх через эту добавленную бисерину далее желтая бисеринка и последующие бисеринки которые будут в этом ряду 2 розовые бисеринки и последняя желтая бисеринка вот такой у нас получился 13 ряд последний 14 ряд 1 черная желтая и 2 розовые бисеринки здесь нам нужно сделать снова пропуск и расположить первую бисеринку между 3 4 бисеринка поэтому мы проходим снова без набора бисера под ниточкой 1 1 2 1 и 3 1 1 между 3 4 бисеринка затем мы набираем черную бисеринку проходим здесь же откуда выходит у нас ниточка и проходим в эту же им добавленную бисеринку набираем желтую бисеринку проходим в нее розовую бисеринку и последнюю розовую бисеринку и проходим в нее и вот таким образом мы завершили плетение 14 ряда также мы завершили плетение половины верхнего крыла вот далее смотрите что мы делаем опускаем ниточку по бисеринкам немножко вниз вот таким образом я ее обрежу но оставлю маленький кусочек для чего я это делаю мы сплетем нижнюю часть у нас останется ниточка мы выведем эту ниточку вот сюда и сделаем узелок поэтому я кусочек ниточки здесь оставила далее мы продолжаем плетение нижней части верхнего крыла переворачиваем схему плетения и начинаем плести вторую часть нашего верхнего крыла переворачиваем наше плетение у нас оставалась ниточка снизу вот мы на эту ниточку набираем иголочку и набираем следующий 15 ряд 2 черные 1 лимонная 3 желтые 2 лимонные 1 желтая 6 лимонных 1 желтая 1 лимонная и 1 желтая бисеринка смотрите мы начинаем плетение вот отсюда там где у нас две коричневые бисеринки 15 ряд начинается с уменьшения набираем 1 черную бисеринку проходим под ниточкой и проходим в эту же добавленную бисеринку набираем еще одну бисеринку и продолжаем плетение точно таким же образом до самого конца этого ряда конце у нас осталось две бисеринки набираем лимонную проходим под ниточкой и в эту же бисеринку набираем желтую проходим в бисеринку предыдущего ряда здесь прибавление мы прибавляем еще одну бисеринку и проходим в эту же добавленную бисерину вот такой у нас получился 15 ряд 16 ряд 2 желтые 5 лимонных две желтые 5 лимонных две желтые 1 черная и лимонная бисеринка 16 ряд начинаем с одной бисеринки проходим под ниточкой и в эту же бисеринку хорошо подтягиваем наше плетение набираем желтую бисеринку проходим под следующей ниточкой и в эту же бисеринку далее мы плетем аналогичным образом черную бисеринку набираем проходим под ниточкой проходим в эту же бисеринку набираем лимонную бисеринку проходим в бисеринку предыдущего ряда и в эту же бисеринку входим вот такое у нас получился 16 ряд 17 ряд 1 лимонная 1 черная 8 лимонных 2 желтые 5 лимонных и 1 желтая бисеринка ряд начинается с убавления набираем одну лимонную проходим под ниточкой и проходим в эту же добавленную бисеринку далее набираем черную проходим под ниточкой и в эту же бисеринку далее плетем самостоятельно до конца ряда в конце набираем лимонную проходим под ниточкой проходим в эту же добавленную бисеринку здесь у нас прибавление набираем последнюю желтую бисеринку проходим в нее сверху вниз и в нее же входим иголочкой вверх вот такой у нас получился 17 ряд 18 ряд 1 желтая 3 лимонные 2 желтые 5 лимонных 4 желтые 1 коричневого и 2 черные бисеринки начинаем ряд с одной желтой бисеринки проходим под ниточкой и входим в эту же бисеринку набираем лимонную бисеринку проходим под ниточкой и среднее плетение у нас далее одинаковое плетем по тем бисеринкам которые я только что показала набираем в конце одну коричневую бисеринку проходим под ниточкой одну черную бисеринку и последнюю черную бисеринку здесь прибавление проходим в бисеринку предыдущего ряда и выводим ниточку в эту же добавленную бисеринку вот такой получился у нас 18 ряд 19 ряд 1 черная 4 лимонные 3 желтые 4 лимонные и 4 желтые бисеринку ряд начинается с убавления первую бисеринку нам нужно расположить в между коричневый и черный без набора бисера проходим под ниточкой и далее также проходим под следующей ниточкой без набора бисера затем набираем черную бисеринку и снова проходим под ниточкой где сейчас у нас расположилась нить входим в в эту же бисеринку добавленную набираем следующую в ряде бисерину проходим в нее и далее плетем точно таким же образом до конца ряда остается на две бисеринки проходим под ниточкой и входим в эту же бисеринку набираем еще одну бисеринку проходим под ниточкой и входим в эту же бисерину вот так мы завершили плетение этого ряда 20 ряд 1 желтая 4 лимонные 3 желтые 5 лимонных 1 коричневая и 1 черная бисеринка начале плетения набираем одну бисеринку проходим под ниточкой и проходим в эту же добавленную бисеринку набираем следующую лимонную бисеринку и проходим в нее же снизу вверх вот таким образом плетем по одной бисеринке до конца этого ряда в конце осталось коричневая и черная бисеринка набираю коричневую и прохожу ее же набирая черную бисеринку прохожу под ниточкой предыдущего предыдущего ряда и прохожу в эту же бисеринку вот так у нас завершилось плетение 20 ряда 21 ряд 3 желтые 5 лимонных 2 желтые 2 лимонные и 1 желтая бисеринка в этом ряду у нас убавление нам нужно расположить первую бисеринку между второй и третий бисеринка поэтому мы проходим вот здесь под ниточкой без набора бисера и под следующей ниточкой набираем желтую бисеринку проходим под ниточкой между второй и третьей бисеринкой входим в эту же добавленную бисерину далее мы плетем аналогичным образом ставим по одной бисеринке до конца ряда в конце 21 ряда набираем лимонную бисеринку входим в нее не набираем последнюю желтую бисеринку и проходим в нее тоже снизу вверх и вот таким образом у нас завершилось плетение 21 ряда 22 лет 1 желтая 1 лимонная 1 желтая 4 лимонные и 3 желтые бисеринки начала плетения начинается с одной бисеринки проходим под ниточкой и входим в эту же бисеринку набираем лимонную проходим под следующее не точкой и входим в эту же добавленную бисеринку далее до конца ряда плетем по одной бисеринке набираю последнюю бисеринку прохожу под ниточкой и в эту же бисеринку как вы видите мы не доходим до самого конца ряда у нас уже видите постоянно начинаются ряды на уменьшение в последнем двадцать третьем ряду у нас 7 желтых бисеринок первую бисеринку нам нужно расположить между третьей и четвертой бисеринкой предыдущего ряда поэтому мы проходим без набора бисера под ниточкой второй раз под следующей ниточкой и третий раз еще под следующей бисеринкой ниточка то есть набираем первую бисеринку и проходим здесь же где у нас сейчас нить между 3 и 4 бисеринкой предыдущего ряда вот так и точно таким же образом далее мы плетем по 1 бисеринке до конца этого ряда всего у нас здесь 7 желтых бисерин 6 и последняя седьмая бисеринка этого ряда и проходим в нее все ребята плетение нашего крылышко завершено вот такое она красивая получается и помните мы с вами оставляли вот ниточку небольшой кусочек для того чтобы зафиксировать нашу нить поэтому я прохожу вот эту крайнюю бисеринку тем самым я ее прижимаю в другим бисеринкам и вот таким образом по бисеринкам по бисеринкам я прохожу к другому кусочку нити и вот таким образом я вывожу ниточку точно там где у нас и выходит 2 бисеринка видите они у нас сошлись в одном месте теперь мы просто делаем несколько узелков для того чтобы наша ниточка не распускалась где-то нужно сделать узел к 3 для того чтобы точно у нас нить не распустилась обрезаю маленький кусочек ниточки он нам больше не понадобится у нас остался не очень красивый узелок поэтому я далее прохожу через три бисеринки следующие и попытаюсь запрятать этот узелок в следующих бисеринках чтобы его не было видно вот все узелок у нас спрятался его не видно теперь эту ниточку мы можем с вами обрезать и вот такое классное крылышко бабочки у нас с вами получилось точно по такому же принципу плетения мы плетем еще одно крылышко второе потому что у нашей бабочки будет всего 4 крылышко вот мы с вами сделали два верхних крылышко затем мы с вами сделали нашу серединку которые мы потом будем вот эти крылышки присоединять теперь нам осталось сделать нижнее крылышко я вам также покажу как из его сделать вот отсюда начинаем плетение нижнего крыла точно так же как мы делали с первым крылом мы сначала сплетем вот здесь вот верхушку а затем сплетем вниз отрезаем два два с половиной метра на эту нить мы набираем иголочку и подготавливаем первый ряд 2 коричневые бисеринки 7 лимонных 3 розовые бисеринки 2 лимонные и 4 желтые бисерины набираем первый ряд и располагаем его ровно по серединке нашей ниточки вот этой нитью правой мы сейчас будем с вами плести на ней находится иголочка а левую ниточку мы оставим будем плести затем нижнюю часть снова мы делаем начало нашего плетения пропускаем первую бисеринку и проходим иголочкой во вторую бисеринку вот таким образом вот так у нас бисеринки стали друг за дружкой точно также переворачиваем ниточку чтобы она была у нас здесь сверху проходим иголочкой сверху вниз через последующую бисеринку точно также делаем со всеми последующими бисеринками вот таким образом плетем до самого конца этого ряда и точно также проходим в последнюю бисеринку сверху вниз вот и у нас с вами получился первый ряд второй ряд 1 черная 8 лимонных 2 розовые 3 желтые 3 лимонные и одна желтая бисеринка ряд начинается у нас с убавления набираем одну черную бисеринку и проходим под ниточкой между 1 и 2 бисеринка первого ряда и проходим в эту бисеринку снизу вверх набираем следующую лимонную бисеринку проходим под ниточкой следующей нити 2 3 бисеринки и проходим в эту же бисеринку добавленную далее мы плетем точно так же до конца нашего ряда конце набираю одну бисеринку прохожу под ниточкой прохожу в бисеринку набираю еще одну бисеринку и прохожу в бисеринку первого ряда то есть мы делаем прибавление и прохожу обратно в эту же бисеринку снизу вверх вот такой у нас получился второй ряд 3 ряд одна желтая 5 лимонного цвета 2 желтые 8 лимонного цвета и 2 черные начинаем ряд с одной бисеринке проходим под ниточкой предыдущего ряда проходим в эту же бисеринку добавленную одна бисеринка лимонная проходим между 2 3 бисеринкой под ниточкой и проходим в эту же добавленную бисеринку осталось 3 бисеринки набираем одну проходим под ниточкой и в эту бисеринку добавленную набираем бисеринку проходим в бисеринку предыдущего ряда и делаем прибавление и в эту же бисеринку возвращаемся вот такой у нас с вами вышел третий ряд четвертый ряд 1 черная 2 коричневая 7 желтых 6 лимонных и 1 желтая бисеринка начинаем плетение с одной черной бисеринки проходим под ниточкой проходим в черную бисеринку набираем одну коричневую проходим под ниточкой и в эту же бисеринку далее плетем точно таким же образом до конца ряда набираем лимонную бисеринку проходим под ниточкой и в эту же бисеринку набираем последнюю желтую бисеринку и проходим под ниточкой и в эту же добавленную желтую бисеринку вот такой у нас получился четвертый ряд 5 лет 1 коричневая 3 лимонные 1 желтая 5 коричь 5 лимонных и 7 желтых бисеринок начинаем плетение с одной коричневой бисеринки проходим иголочкой под ниточкой и проходим в эту же бисеринку набираем лимонную бисеринку проходим под ниточкой и входим в эту же бисеринку далее плетение аналогичная прошла до самого конца у нас осталась одна бисеринка проходим иголочкой вот таким образом предыдущую бисеринку и проходим в эту же бисеринку то есть у нас прибавление вот такое у нас получился с вами 5 ряд 6 ряд 2 желтые 2 лимонные две желтые 9 лимонных и одна желтая бисеринка набираем одну бисеринку проходим под ниточкой и проходим в эту же добавленную бисеринку набирая следующую бисеринку прохожу под следующей ниточкой по очереди и прохожу в эту же бисеринку далее плетем аналогичным образом конце шестого ряда осталась одна бисеринка мы проходим под ниточкой предыдущего ряда и проходим в эту же добавленную бисеринку вот такое плетение у нас с вами вышло 7 ряд 1 желтые 2 лимонные 7 желтых 2 лимонные и 2 желтые бисеринки ряд начинается с одной бисеринки мы проходим под ниточкой и проходим в эту же бисеринку в принципе как вы видите плетение у нас очень легкая нету таких больших каких-то переходов кирпичном плетение просто нужно следовать схеме плетения проходим следующую бисеринку далее мы плетем аналогичным образом конце 7 ряда у нас остается две бисеринки проходим под ниточкой и в эту же бисеринку набираем последнюю бисеринку проходим под ниточкой и в эту же последнюю бисеринку вот так мы с вами завершили плетение этого ряда 8 ряд 2 желтые 7 лимонных и 3 желтые бисеринки в этом ряду нам нужно первую бисеринку расположить между 2 3 бисеринной предыдущего ряда поэтому мой без набора бисера проходим под ниточкой и затем под ниточкой между 2 3 бисеринкой набираем первую по схеме плетения бисеринку и проходим снова здесь же и входим в эту же бисеринку далее мы продолжаем плетение по нашей схеме до конца этого ряда конце 8 ряда набираем бисеринку желтую проходим под ниточкой проходим в эту же бисеринку набираем желтую бисеринку проходим под ниточкой и проходим в эту же бисеринку вот такой у нас получился восьмой ряд 9 ряд 4 желтые 3 лимонные и 2 желтые бисеринки здесь нам нужно сделать пропуск такой же как и в предыдущем ряде вот здесь расположить первую бисеринку между второй и третьей бисеринкой предыдущего ряда поэтому мы проходим иголочкой под ниточкой без набора бисера и точно так же под следующей ниточкой тоже без набора бисера набираем первую желтую бисеринку и проходим здесь же между 2 и 3 бисеринкой предыдущего ряда и проходим в эту же бисеринку набираем вторую бисеринку желтую и продолжаем плетение аналогичным образом ставим плотной бисеринки до конца этого ряда убираем последнюю желтую бисеринку проходим под ниточкой и в эту же бисеринку проходим иголочкой вот таким образом у получился девятый ряд последний десятый ряд 4 желтые бисеринки снова делаем небольшой пропуск проходим под ниточкой без набора бисера и далее точно также под следующей ниточкой проходим без набора бисера набираем бисеринку желтую и проходим между второй и третьей бисеринкой предыдущего ряда там где мы только что проходили и проходим в эту же добавленную бисерину набираем бисеринку следующую и проходим в нее набираем следующую бисеринку проходим под ниточкой и иголочкой проходим в нее же набираем последнюю бисеринку проходим под ниточкой и проходим в эту же бисеринку всем плетение этого ряда последнего у нас завершено пол крыла у нас нижней части уже готова проходим иголочкой через несколько бисеринок например через три опускаем нашу ниточку вниз также как мы делали с предыдущим крылом оставляем маленький кусочек буквально для того чтобы потом в конце зафиксировать нашу ниточку далее я переворачиваю плетение вот таким образом и мы с вами продолжаем плетение нижней части этого крыла переворачиваем схему плетения и начинаем плести с вот этого ряда 11 ряд 1 желтая 1 коричневая 1 желтая 6 лимонных 2 розовые 6 лимонных и 1 желтая бисеринка начинаем плетение с одной желтой бисеринки проходим под ниточкой и проходим в эту же желтую бисеринку далее мы набираем одну коричневую бисеринку проходим в эту же коричневую бисеринку далее до конца ряда мы плетем аналогичным образом по одной бисеринке осталось две бисеринки набираем лимонную бисеринку проходим под ниточкой и проходим в эту же бисеринку набираем желтую бисеринку проходим в предыдущую бисеринку предыдущего ряда и в эту же бисеринку и вот так у нас завершилось плетение 11 ряда 12 ряд 1 желтая 1 лимонная 2 желтые 2 лимонные 1 желтая 6 лимонных 2 желтые 2 лимонные и 1 желтая бисеринка начинается ряд с одной бисеринки проходим под ниточкой и проходим в эту же бисеринку набираем лимонную бисеринку проходим под ниточкой и проходим в эту же бисеринку точно так же плетем до конца этого ряда набираем лимонную бисеринку проходим под ниточкой и проходим в эту же бисеринку одна желтая бисеринка проходим в предыдущую бисеринку то есть мы добавляем еще одну бисеринку в этом ряду вот так мы с вами сплели 13 ряд 1 желтая 1 лимонная 1 желтая 2 лимонные 2 желтые 5 лимонных 2 желтые 1 лимонная желтая лимонная и желтая бисеринка начинаем плетение с одной бисеринки проходим под ниточкой и проходим в эту же бисеринку далее мы плетем по 1 бисеринке до конца этого ряда набираем одну лимонную бисеринку проходим под ниточкой и в эту же бисеринку входим берем желтую бисеринку проходим последнюю бисеринку предыдущего ряда и добавляем еще одну бисеринку это у нас прибавление и вот так мы завершили плетение 13 ряда 14 ряд 1 черная 1 желтая 2 лимонные 1 желтая 1 лимонная 2 желтые 3 лимонные 1 желтая 2 лимонная 1 желтая лимонная и желтая бисеринка начинаем плетение с одной черной бисеринки проходим под ниточкой и в эту же черную бисеринку далее набираем желтую проходим под ниточкой и в эту же желтую бисеринку далее плетем точно таким же образом до конца ряда последняя бисеринка 14 ряда проходим под ниточкой и проходим в эту же желтую бисеринку вот так у нас с вами вышло 15 ряд 2 желтые 1 лимонная 1 желтая 2 лимонные 4 желтые 3 лимонные 1 желтая 2 лимонные и 1 желтая бисеринка начинаем плетение с прибавления поэтому набираем две желтые бисеринки проходим под ниточкой предыдущего ряда и проходим во вторую бисеринку из этих же набранных бисеринок вот так а далее по схеме плетения мы снова плетем по одной бисеринке до конца ряда набираем последнюю желтую бисеринку и проходим под ниточкой и вот так у нас завершается плетение 15 ряда 16 лет 1 желтый 1 лимонное желтая 2 лимонные 2 желтые 2 лимонные желтая 2 лимонные желтая лимонные и 2 желтые бисеринки начинаем плетение с одной бисеринки проходим под ниточкой и проходим в первую бисеринку набираем вторую лимонную бисеринку проходим между 2 3 бисеринкой предыдущего ряда вот так придем далее по 1 бисеринке конце 16 ряда у нас две желтые бисеринки ставим одну затем набираем последнюю желтую бисеринку и добавляем ее сюда же вот так мы завершили плетение 16 ряда 17 ряд 2 желтые 1 лимонная желтая 2 лимонные желтые 3 лимонные желтые 2 лимонные и 2 желтые бисеринки начинаем плетение с одной бисеринки проходим под ниточкой проходим в эту бисеринку набираем следующую желтую бисеринку проходим под ниточкой и так далее до конца ряда в конце у нас две желтые бисеринки проходим под ниточкой и в эту же бисеринку набираем последнюю проходим под ниточкой и в эту же добавленную бисеринку вот так у нас завершилось плетение этого ряда 18 ряд 1 черная 2 лимонные желтые 3 лимонные желтые 2 лимонные желтые 1 лимонные и 2 желтые бисеринки начинаем плетение с одной черной бисеринки проходим под ниточкой и в эту же бисеринку набираем лимонные проходим под ниточкой и в эту же бисеринку таким образом продолжаем далее плетение конце набираем одну желтую бисеринку проходим не набираем желтую бисеринку проходим под ниточкой и в эту же последнюю бисеринку вот так у нас получилось девятнадцатый ряд 2 желтые лимонные желтые 2 лимонные желтые 3 лимонные желтые 2 лимонные и желтая бисеринка плетение начинается с одной бисеринки проходим под ниточкой и в эту же бисеринку добавлены набираем еще одну желтую бисеринку проходим под ниточкой и в эту же добавленную бисеринку точно также плетем далее конце этого ряда набираем лимонную бисеринку проходим нее снизу вверх и набираем последнюю желтую бисеринку проходим иголочкой в предыдущую бисеринку то есть предыдущего ряда в последнюю бисеринку черную и проходим в эту же желтую бисеринку вот так двадцатый ряд 1 желтая 1 лимонная 1 желтая 3 лимонная 1 желтая 2 лимонные 1 желтая 2 лимонная и 1 черная бисеринка ряд начинается с одной желтой бисеринки проходим под ниточкой и проходим в эту же добавленную бисеринку далее мы набираем лимонную проходим под ниточкой и в эту же бисеринку далее аналогично набираем предпоследнюю лимонную бисеринку проходим под ниточкой и в эту же бисеринку набираем черную бисеринку проходим под ниточкой и в эту же бисеринку проходим всего вот так мы завершили плетение 20 ряда 21 желтая 2 лимонных желтая 2 лимонных желтая 3 лимонных и две желтые бисеринки начинаем плетение желтой бисеринки проходим под ниточкой предыдущего ряда и проходим в эту же желтую бисеринку 1 лимонная бисеринка проходим под ниточкой и в эту же бисеринку входим так мы делаем до конца ряда в конце этого ряда набираем желтую бисеринку и набираем вторую желтую бисеринку вот так у нас завершается плетение 21 ряда 22 ряд 4 желтые 1 лимонная 1 желтая 2 лимонная 1 желтая 2 лимонная и 1 желтая бисеринка ряд начинается с 2 желтых бисеринок проходим под ниточкой и проходим во вторую бисеринку из этих же набранных двух бисеринок вот так а далее до конца ряда мы плетем по одной бисеринку в конце ряда набираем одну лимонную бисеринку и 1 желтую бисеринку вот таким образом мы завершаем плетение этого ряда 23 ряд 2 желтые 1 лимонная 1 желтая 2 лимонная 1 черная 1 желтая и через промежуток и еще одну черную бисеринку нам нужно поставить ряд начинается с одной желтой бисеринки проходим под ниточкой и в эту же бисеринку следующую набираем желтую бисеринку и все остальные бисеринки мы плетем до конца точно таким же образом набираем желтую бисеринку проходим под ниточкой и проходим в эту бисеринку теперь смотрите у нас остается одна черная бисеринка нам ее нужно расположить вот здесь между первой и второй бисеринкой предыдущего ряда поэтому я делаю вот такой хитрый способ вхожу в нижнюю бисеринку над как возле которой выходит у нас ниточка прохожу следующую бисеринку вверх следующая бисеринка вниз и следующая бисеринка вверх теперь набираем эту черную бисеринку проходим под ниточкой между 1 2 бисеринка и проходим вот сюда же в эту же добавленную бисеринку вот так у нас с вами получилось 24 ряд начинается вот здесь между 2 3 бисеринка и вот здесь между черной и лимонной бисеринкой для этого мы снова опускаемся иголочкой вниз прохожу по бисеринке вверх затем прохожу вниз и затем вот здесь я прохожу по двум бисеринкам вверх вот лимонная и следующая вот черная вот так и выводим нашу нить 24 ряд 3 желтые 1 лимонная и 1 желтая бисеринка берем желтую бисеринку проходим под ниточкой проходим в эту же бисеринку и она у нас расположилась между 2 и 3 бисеринкой так как нам нужно далее мы плетем по одной бисеринке до конца этого ряда набираем последнюю желтую бисеринку проходим под ниточкой и в эту же бисеринку вот так у нас завершилось плетение 24 ряда следующий последний 25 ряд 1 желтая и 1 черная бисеринка набираем желтую бисеринку проходим под ниточкой входим иголочкой в эту же добавленную бисеринку набираем следующую черную бисеринку проходим далее точно также все ребят вот такое получилось у нас крылышко мы его полностью с вами сплели и она у нас готова далее нам нужно зафиксировать ниточку поэтому а вот эту нить мило провожу вот таким образом прохожу через бисеринки вот так и точно также провожу к нашей вот этой вот ниточки и вот таким образом я провожу свою нить две ниточки как вы видите у нас сошлись и выходят с одного места теперь мы делаем с вами несколько узелков закрепляем эту нить обрезала маленький кусочек нас остался узелок его нужно спрятать поэтому далее иголочка и и прохожу через несколько бисеринок и маленький узелок я прячу следующих бисеринках вот посмотрите его даже и не видно теперь ниточку я обрезаю но на одном из крыл нам нужно оставить отрезочек ниточки по такому же принципу плетения сделали и второе крыло и как вы видите здесь я оставила отрезок ниточки для того чтобы нам вот эти все части вместе соединить даже вывела необходимую нам бисеринку вот смотрите у нас здесь крайние две коричневые бисеринки и отсюда у меня выходит ниточка вот сюда я ее вывела посмотрите вот такие симпатичные крылышки нижние у нас с вами получилось теперь будем приступать к сборке получились у нас вот такие пять частей теперь их нам нужно соединить между собой для этого нам понадобится чешский бисер номер 10 черного цвета также смотрите крылышки нам нужно соединить где-то вот здесь затем на схеме плетения показано что три бисеринки вот четыре бисеринки это как бы дополнительной ниточки будут крылу которая мы с вами присоединим и они будут держать наши крыла потому что они очень тяжелые а тельце все-таки у нас слабенькая теперь нам нужно присоединить крылышки к туловищу вот видите вот здесь вот выступающие части от наших глазок вот так видите коричневая бисеринка вот это выступающие черное вот таким образом их нужно присоединить здесь точно также здесь вот здесь нужно просто присоединить берем вторые крылышки и там где конец нашего присоединения первых крылышек там мы начинаем присоединять вторые здесь как вы видите ряд заканчивается и вот здесь мне кажется нужно присоединить вот это второе крылышко вот так сейчас я складу их вместе посмотрим как они смотрятся ну мне кажется где-то вот так нужно присоединить начну наверное присоединять с нижних крылышек потому что у меня здесь выходит ниточка смотрите вот здесь коричневая бисеринка коричневой и я прохожу иголочкой через эту коричневую бисеринку в общем и вот таким образом мы присоединяем вот так мы присоединили первая крылышка по такому же принципу плетения я присоединила и левая нижняя крылышко очень хорошо все плотненько у меня соединилась как вы видите вот эти коричневые бисеринки у меня сошлись с вот этими коричневыми бисеринками далее мы с вами присоединим еще и верхние крылышки вот эти коричневые бисеринки они будут у нас после глазиков вот таким образом и будет верхняя крылышко заходить за нижние вот так его нужно расположить вот я прохожу в эту выступающую коричневую бисеринку прохожу первую черную бисеринку из которой сейчас выходит ниточка затем прохожу в следующую бисеринку вот таким образом в общем присоединяем наше правое крылышко вот таким образом мы с вами присоединили верхняя правая крылышко точно таким же образом присоединили еще верхняя левая крылышко у нас с вами получилась вот такая симпатичная бабочка вот с одной стороны она и с другой стороны вот так но это будет лицевая часть вот смотрите хочу еще присоединить вот эти крылышки чтобы они как бы были немножко соединены между собой хочу их прошить чтобы вот эти два крылышка как бы были как одно целое с левой стороны я сделала так как на схеме плетения присоединила вот такие бисеринки черные сейчас я вам покажу как я это сделала ниточка выходит у нас из вот этой коричневой бисеринки возле глаза то есть вот лету в туловище в нашем нужно чтобы без из вот этой бисеринки выходила ниточка набираем 4 бисеринки опускаем их к нашему плетению как правильно присоединяются вот эти бисеринки я до конца не поняла именно куда они присоединяются но я решила сделать по-своему посмотрите я прикладываю эти бисеринки куда они у меня ведут вот они у меня вот сюда вот черную бисеринку вот первая бисеринка черная на правом вот этом крылышке вот и я туда вхожу в эту бисеринку так все запутывается вот и вот так в общем я присоединяю эти бисеринки далее по схеме мне нужно вывести ниточку вот эту коричневую бисеринку поэтому я провожу иголочку по бисеринкам и вывожу в необходимую нам бисеринку набираем 6 бисеринок и снова смотрим куда нам нужно войти вот я вижу последнюю черную бисеринку этого верхнего крылышка вот я сюда и вхожу у нас получается вот такая петелька вот наши тельцы бабочки вот первая бисеринка мы отсчитываем 1 2 3 4 5 и вот в эту бисеринку пятую нам нужно вывести нашу ниточку вывела вот эту пятую бисеринку ниточку набираем 4 бисеринки и смотрим куда нам можно присоединить эти бисеринки ну вот за коричневая бисеринка я вот так в лимонную бисеринку войду и присоединю мне кажется вот так будет неплохо смотреться затем далее я вывожу соседнюю бисеринку ниточку затем я провожу через тельце нашей бабочки ниточку по вот этим бисеринкам я прохожу вниз прохожу в центральную и выхожу вот эту последнюю по серединке черную бисеринку вот сюда вывожу ниточку набираю 3 бисеринки опускаю их смотрим куда можно присоединить здесь я вот присоединила за рядышком стоящую бисеринку вот 10 желтую выступающую так я здесь и сделаю вы конечно можете присоединять как вам понравится как вам захочется мне кажется здесь я сделала неправильно и нужно по-другому как-то присоединить с той стороны пусть будет мне кажется вот так как-то нужно вот сюда вот так присоединить мне кажется им будет намного интереснее будет смотреться вернусь в эти же бисеринке пройдусь по вот этим с другой стороны бисеринкам может быть попробую исправить то что я сделала неправильно попробую присоединить немножко дальше вот так сейчас попробую вот так немножко подвинулась плетение вот и пройдусь обратно через эти бисеринки вот так у нас с вами получилась наша бабочка смотрите вывожу ниточку вот это верхняя крылышко и хочу соединить вот эти два крылышка между собой чтобы они вот так у нас не были отдельными как бы вот здесь я уже их соединила смотрите и у нас получилось мне кажется намного намного красивей поэтому вот здесь я хочу сделать точно так же вывожу ниточку прохожу далее между просто между не входя даже в бисеринку между бисеринок с другой стороны мы тоже выходим между бисеринок вот хочу немножко чтобы вот эти розовые бисеринки были видны и вот так вот так где-то ее присоединить поэтому далее я там где тут у нас ниточка с другой стороны вывожу рядышком чтобы ниточка у нас пряталась но она между бисеринок прятится ее даже не видно теперь далее вот так через одну бисеринку я прохожу вот вот так до самого конца соединяем два крылышка вместе все можно вздохнуть с облегчением мы наконец-то доделали эту бабочку я очень долго ее делала наверное дня три потому что все таки делала себе перерывы потому что очень долго она плетется но поскольку я снимала видео и мне нужно было подробно подробно все показывать поэтому у меня так долго получилось возможно у вас будет быстрее происходить плетение но каждую каждую бисеринку вот эту нужно подбирать нужно не запутаться это даже я допускала ошибки результатом конечно я очень довольна бабочка у меня получилось очень красивая мне она понравилась я даже уже придумала несколько вариантов куда ее можно применить ее можно пришить к любой одежде даже ею можно украсить какую-то невзрачную шапочку вот посмотрите очень классно она очень выделяется и мне кажется будет очень красивым декором возможно у вас есть какая-то невзрачная блузка которую вы очень любите а я думаю вот такая бабочка ее украсит или например свитер в общем любую одежду которая вам нравится вы любите ее носить можно ее украсить вот таким вот декором также ее можно применить как брошь берем вот такие застежки для брошки можно где-то присоединить две застежки но не знаю как возможно даже вот так чтобы ваша бабочка она была неподвижна на том куда вы ее присоедините потому что она очень большая нам не практически на руку сейчас я даже померяю сколько же она сантиметра у меня получилось по ширине где-то 10 сантиметров по высоте с усиками где-то 7 сантиметров вот так то есть она довольно таки объемная и чтобы она держалась на кофте или где-то на пиджаке или на каком-то пальто то нужно мне кажется присоединить две вот такие заколочки ну вот приблизительно вот так можно еще присоединить какой-нибудь кожаный шнур или например а цепочку за вот эти верхние крылышко и у вас получится отличная подвеска очень красивая и оригинальная которая украсит любой ваш наряд я надеюсь вам понравились эти идеи и этот мастер-класс если да то обязательно поставьте свою реакцию под видео поставьте лайк или дизлайк кто еще не подписался на этот канал подписывайтесь будет еще много интересных мастер-классов по бисероплетению и не только если вы еще не подписаны на меня в социальных сетях там я выставляю дополнительные фото своих работ поэтому обязательно подписывайтесь ссылочки будут внизу под видео в описании в общем я желаю вам легкого плетения хорошего настроения всем удачи с весной вас